Финансирование бюджетных мест будет сокращено. Верни деньги государству. Блин, свалить бы скорее отсюда. У нас же бесплатное образование. Здрасте, здрасте, Матвея Васильевич. Можно зайти? О, Иванов. Привет, заходим. За дипломом? Ага. Молодец. Какой там у тебя? Красный? Ага. Вот он твой. Шесть лет прошло. Шесть лет. Настоящий физик теперь. Мужик, вот медаль еще. Отличник. Диплом тебе пришел. То, что ты на пятом курсе Олимпиаду выиграл. Международную. Не то, что университет. Вся страна тобой гордится. Ну а дальше ты что думаешь? Работать пойдешь? Да. Матерь помогать надо. Правильно. Молодец. У меня есть для тебя предложение. Работа в твоем городе. По распределению устрою тебя. Учителем физики пойдешь. Зарплата достойная. Семь тысяч рублей. Но с премией. Возможно. Шесть лет отработаешь. И свободен как птица. Как тебе идея? В родной город конечно хорошо. Но вот что-то зарплата маловато. Я наверное лучше пока что здесь. В Москве останусь. Отказываешься то есть? Ну да. Не готов я пока что. Дело в твоем. Вот тогда сейчас тебе квитанцию дам. Триста пятьдесят тысяч рублей. Вот. А платишь тогда? Сколько? А за что? Как за что? За обучение? За первый год? Вот еще пять таких же. А как ты хотел? Отучился? Верни деньги государству. У нас же бесплатное образование. Привет друзья. Ну что ж поделать. Действительно такие вот грустные новости. На прошлой неделе депутат Государственной Думы от Единой России Сергей Вострецов внес на рассмотрение законопроект, который предусматривает обязательное распределение выпускников-бюджетников после окончания бакалавриата специалитета или магистратуры соответственно на работу. Но прежде чем подробнее обо всем этом поговорить, я хочу вам напомнить, что мы на наших курсах открываем майский экспресс. Курс по русскому языку. В первую очередь он рассчитан на тех, кто готовился самостоятельно, но сейчас хочет как-то закрепить свои знания и удостовериться, что он действительно все это знает. Кстати, для тех, кто технари, кто штудирует физику и математику, не забывайте, что русский идет в общий зачет и он все равно вам нужен. Баллы по русскому языку равно сильным баллам по математике или по физике. Занятия будут проходить два раза в неделю, субботу и воскресенье, в онлайн формате по полтора часа. Так что ждем вас, 30 человек, старт 5 мая, стоимость месяца 1190 рублей, плюс 10 купончиков на скидку я оставлю в описании. Что предусматривает этот закон? Какие задачи пытался, наверное, решить этот самый депутат? Ну, во-первых, он говорит нам, что если государство вложилось в студента, обучило его бесплатно, то студент, соответственно, должен отработать эти деньги на государственной службе. Как говорит быстрецов, государство у нас не очень богато и не нужно расшивыриваться деньгами на право и налево. С другой стороны, нам говорится о том, что таким образом мы поможем трудоустроиться выпускникам университетов, потому что, оказывается, большинство безработных в нашей стране, это как раз выпускники. Они не могут устроиться. Ну, тут сразу возникает вопрос. Ребята, а вы чью задачу решаете все-таки? Задачу государства, чтобы насильно студента поместить на работу, чтобы он отработал вам деньги? Или же вы решаете проблему выпускника, который, соответственно, не может устроиться никуда, и вы хотите подобрать ему достойную работу? Ну, вы сами понимаете, что это абсолютно разные вещи. Вострецов нам говорит, что в регионах, откуда ребята приезжают учиться в город, возникает дефицит работников. Дефицит учителей, врачей, инженеров, там, я не знаю. И, соответственно, давайте мы как раз выпускников поместим на эти места, им дадим работу, а, соответственно, регионы не будут нуждаться в кадрах. Если бы действительно то, что называют работой в регионах, было достойно выпускников, если бы там была зарплата, на которую можно было бы жить и выплачивать ипотеку, скажем, за жилье, если бы зарплата была поменьше, но предоставлялось бы жилье в том регионе, куда ребята возвращаются, чтобы они могли завести семью, я не знаю, жить спокойно, не думать об этом и работать, действительно, не думать о профессии. Как это было в советское время, когда было распределение. Вань, давай поженимся. А жить где будем? Если бы в нашей стране можно было бы жить достойно где-то, кроме Москвы и Петербурга, ну, может быть, еще городов-миллионников, и нормально удовлетворять свои потребности в саморазвитии, в личностном росте, то тогда да. Тогда я бы согласился с этой инициативой. Ладно, давайте к конкретике. Предлагается насильно помещать человека, предположительно, в его регион, откуда он приехал, соответственно, на 4, 5 или 6 лет, в зависимости от того, окончили вы бакалавриат, специалитет или магистратуру. То есть, отучились 4 года, еще 4 года отработайте, соответственно, на предприятии или там в школе, на заводе, там где-то еще. Отучились 5 лет, отработайте 5 лет. Отучились 6 лет, отработайте 6 лет. То есть, по сути, ваш срок обучения удваивается. Ну да, вам будут, конечно, платить зарплату какую-то на этих местах, но, фактически, я думаю, к этому относиться надо так. Если же человек отучился, например, на астронома и понял, что астроному никому в нашей стране сейчас не нужен, тогда у него есть два варианта. Либо идти по распределению туда, куда его придумает запихнуть наше министерство образования или там, я не знаю, чего там еще. Причем, я не знаю, как они будут выдумывать столько мест для астрономов, сколько их сейчас выпускается в университетах. Например, на физическом факультете МГУ астрономов выпускается порядка 20-40 человек в год. Скажите мне, пожалуйста, куда вы столько астрономов денете? Ну, по крайней мере, все знакомые мои астрономы сейчас работают либо программистами, либо просто на каких-то там работах, не знаю, продавцами в магазинах электроники, либо вообще ушли в творчество и сменили профессию. Куда вы денете столько астрономов? Как вы это сможете сами решить? Я абсолютно не понимаю. Ну, ладно. И если астроном не захочет идти заниматься астрономией за ту зарплату, которую он предложит в тот регион, куда ему предложат, у астронома есть вариант оплатить государству свое обучение. То есть, я отучился, профессия моя нафиг никому не нужна, устроиться по профессии я никуда не могу, и я должен за это отдать деньги государству. Логика. Огонь. У меня сын старший умный. Хочу, чтобы в Москве учился. У тебя знакомый есть? Есть, только это дорого очень. Еще один довод нашего замечательного депутата. Он говорит, зачем мы должны тратить деньги и обучать тех людей, которые либо, а, потом не хотят работать по профессии, либо, б, вообще идут учиться просто ради саморазвития. Во-первых, я еще, наверное, ни одного человека не встречал, который шел бы в университет просто ради саморазвития. Ну, я имею в виду на бюджет, вот в классические какие-то университеты, там, на какие-то классические специальности. Ребят, ну в наших университетах идти ради удовольствия, это я не знаю кем, это... ...стом надо быть, наверное. Потому что 80% тех, кто поступает на первый курс, к концу шестого курса думают, блин, свалить бы скорее отсюда. Вот. А вам предлагается еще, соответственно, за это заплатить. Во-вторых, очень большой процент в процессе обучения понимает, это не мое. Ну, не может человек в конце 11 класса точно знать, чем он будет заниматься в жизни. Как человек сейчас выбирает обычно себе профессию? Ну, он видит перед собой какие-то примеры, там, не знаю, о, учитель физики у меня. Крутой мужик, вообще огонь парень, я хочу быть таким же, как он, я пойду на физика, я буду двигать науку. Только он еще не знает, что науки у нас вообще-то в стране уже практически нету. И что физики уже практически не нужны никому. А тем более астрономы. Это раз. Во-вторых, у человека просто может что-то поменяться. Просто какие-то поменяться представления о мире, может быть, он творчеством захочет заняться. Или в бизнес захочет пойти. Это приходит со временем. И так мы можем просто человека сломать, запихнув его на 6 лет еще в систему. Тот же Павел Дуров, о котором говорят всю прошедшую неделю. Насколько я помню, он отучился вообще то ли на филолога, то ли на лингвиста. А в итоге занимался совершенно другими вещами. Развивал соцсети, занимался программированием. И мир получил талантливого человека, потому что у него была свобода самореализоваться, сделать то, что он хочет. Я сомневаюсь, что в конце 11 класса он уже точно знал, чем он будет заниматься в жизни и какие деньги он будет зарабатывать. У человека может что-то поменяться за время его обучения. И это нормально. К чему это приведет? Это приведет к очень простым вещам. Что финансирование бюджетных мест, будет сокращено просто потому, что не будет столько желающих. Ну какой идиот захочет 6 лет учиться, потом еще 6 лет работать, 12 лет жизни отдать. Непонятно еще, с пользой для себя или не с пользой. То есть, закончить свое обучение так в среднем в 30 лет. Ну и это приведет к тому, что конечно исчезнет социальный вот этот вот лифт, благодаря которому ребята из регионов, талантливые ребята, которые могут ЕГЭ затащить лучше, чем москвичи и питерцы, которые усидчивее, трудолюбивее, которые сейчас шпарят, готовятся к ЕГЭ, чтобы получить шанс приехать в Москву, устроиться на нормальную работу, получить нормальное образование и помочь, может быть, своим родным в регионах. Может быть, получить какие-то связи, открыть свое дело и переехать в свой регион уже потом, чтобы помогать ему развиваться, чтобы, может быть, взять каких-то людей на работу. Эти ребята пойдут в армию и талант этих ребят, в общем-то, просто получается, что отрежут возможность ребятам из регионов что-то поменять в своей жизни. Ну, страна у нас так с вами устроена, что в Москве жить и развиваться получается, а в маленьких городках это весьма затруднительно. И как будто мы с вами в этом виноваты, что мы родились там не в столице, а где-то еще. Вот такие грустные новости. Но есть и позитивные моменты. Во-первых, уже достаточно многие высказались на этот повод. Как за, так и против. Например, против высказался Министерство образования, которое говорит, что типа ребят, о чем будем откатываться обратно в Советский Союз? При том, что в Советском Союзе даже это все было лучше придумано и реализовано. Высказалась Единая Россия, с которой, оказывается, этот депутат, в общем-то, не согласовал этот законопроект. Будем надеяться, что его развернут. Но есть и товарищи, которые активно радуют, говорят, да, действительно, у нас регионы нуждаются в специалистах, надо их туда запихнуть насильно. Будем смотреть, чем все это закончится. В ближайшие недели должно это решиться. Будем надеяться, что никто ничего трогать не будет и все останется хотя бы так, как оно есть сейчас. Так что, не жалуйтесь пока что на жизнь, что вам трудно, тяжело и не хочется готовиться к экзаменам, потому что все может быть в разы хуже. Готовьтесь к экзаменам и удачи вам! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...